Кирилл следит за своей внешностью, но в кресле косметолога он оказался в первый раз. Участие в популярном телешоу предполагало согласие героев на проведение процедуры. На следующий день вместо красивой и гладкой кожи молодой человек увидел ужасающие последствия проведенной месотерапии. Там не было ни стерильности никакой, то есть перчатки были не стерильны, то есть обычные парикмахерские перчатки использовались. Кирилл до сих пор старается не посещать людные места и по возможности прячет лицо. Это сейчас кожа на его лице выглядит почти ровной. Все благодаря приему мощных антибиотиков. Но еще две недели назад страшно было подходить к зеркалу, рассказывает пострадавший. В крае участились жалобы на некачественные услуги в частных косметологических кабинетах и салонах. Интернет кишит фотографиями и историями пострадавших при проведении некачественных косметологических процедур. И, конечно, далеко не все такие ошибки можно исправить. Все что угодно, начиная от острой аллергической реакции, острой бактериальной инфекции. Это может быть вирусная инфекция, которая может проявиться в виде гепатита С, что чаще всего бывает. Это может быть заражением вирусом, иммунодефицитом человека. А наслаждение, вы знаете, любого плана, вплоть до некроза тканей. Это когда происходит омертвение кожи, допустим, лица, если вводится в лицо, и любого сейчас котелок, потом введем. Ну, с последующим названием рубцов и шрамов. Также введение препаратов без сертификата недобросовестными специалистами может привести к анофилактическому шоку, а это мгновенная смерть. С лицензиями препараты, которыми работают в этой клинике, должны быть все сертифицированы. Инъекционными процедурами может заниматься только доктор, только с высшим медицинским образованием. При пациенте вскрывает упаковку, то есть и препарат, и шприц, и иглы. В медицинских перчатках, в маске, в шапочке. Обязательным также является заведение амбулаторной карты. Затем оформляется добровольное согласие на проведение платных услуг и составляется договор. В Росздравнадзоре установили, что салон, где пострадал Кирилл, осуществлял деятельность без медицинской лицензии. Большинство пострадавших считает, что разобраться в этой проблеме им никто не поможет, и юристы не согласны. Мы вам рекомендуем обратиться в независимое медицинское учреждение, для того, чтобы соответствующий врач зафиксировал некие повреждения вашему здоровью. Конечно, здесь можно подать жалобу и прокуратуру. Вы вправе потребовать возмещения вам всех дополнительных расходов, которые вы произвели в связи с тем, что вашему здоровью был причинен ущерб. То есть это лекарство, это лечение. Также вы вправе потребовать возмещения морального вреда здоровью. Самый надежный способ обезопасить себя – быть бдительным, внимательным и щепетильным к своему здоровью. Помнить, что любая медицинская процедура в косметологии – это оперативное вмешательство. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok